Это уже добрая и многолетняя традиция. Свой визит в Севастополь политики самого разного ранга и уровня начинают с возложения цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 41-42 годов. Место священное не только для каждого жителя нашего города, но и для любого человека, живущего в России. К тому же город-герой в этом году отметил не только День Победы, но и 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Михаил Изважаев и подседатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий возложили цветы к мемориалу. Губернатор отметил поддержку нашему городу, которую регулярно оказывает Леонид Слуцкий. Леонид Эдуардович давний друг города Севастополя. Очень много всегда лично делал для того, чтобы в городе и в рамках нашего законодательной работы поддерживались те инициативы, которые городу нужны. И в рамках своих личных устремлений все время оказывал поддержку городу. Это первое. Второе. У нас, понятно, предвыборный период наступает. Тем не менее, вы знаете, что в Севастополе совершенно позитивная обстановка и очень такая честная и правильная политическая конкуренция. Конечно, этого вопроса мы тоже коснемся предстоящих выборов в законодательное собрание. Для меня Севастополь – это наш город. Это город, который важен для каждого россиянина. Он очень важен для меня. Я здесь бываю постоянно, не реже нескольких раз в год. Есть инфраструктурно значимые проекты, реализация которых немножко задерживается. Тем не менее, губернатор Михаил Владимирович Развожаев, его команда, севастопольцы, депутаты всех уровней делают все возможное для того, чтобы людям в городе жилось комфортно, для того, чтобы важнейшие проекты и программы были реализованы скорейшим образом. Уже в кабинете губернатора Михаила Развожаева и Леонид Слуцкий обсудили сотрудничество и различные проекты и инициативы, которые совместно с партией ЛДПР можно воплотить в жизнь в нашем городе. Один из ярких примеров уже есть. В прошлом году начал работать проект «Мы вместе – плечом к плечу за русскую победу». Эта инициатива объединила штаб «Мы вместе – Севастополь», движение «Плечом к плечу» – все гражданское общество Севастополя для помощи участникам специальной военной операции. Побывали политики на выставке, ярмарке «Мой бизнес» переурочены ко дню российского предпринимательства. Там пообщались с севастопольскими бизнесменами. Пойдем к предпринимателям. Клютую. Это куличная работа. Мы изготавливаем здесь, в Севастополе, в Казачьей бухте. На выставке-ярмарке, которая была развернута возле торгового центра «Симол» на поспекте генерала Остряковых жителей, гости города могли познакомиться с продукцией предпринимателей Севастополя, приобрести уникальные сувениры ручной работы. Такую выставку-ярмарку в нашем городе проводят уже третий год подряд, благодаря национальному проекту по поддержке малого и среднего предпринимательства. Это первый год, когда мы перешли на эту локацию. Мы искренне верим и видим, что сегодня здесь проходимость гораздо больше, чем на предыдущей локации. Поэтому возможности продавать свои товары у наших предпринимателей гораздо больше. Здесь сегодня представлены представители народно-художественного промысла и те, кто производит сувенирную продукцию с символикой города Севастополь. Также на встрече с Михаилом Возвожаевым Леонид Слуцкий рассказал об идее установить в Севастополе памятник видному российскому политику, основателю и многолетнему председателю партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. Михаил Возвожаев сообщил одно из предлагаемых мест для памятника между театром имени Луначарского и гостиницей «Севастополь» на Среднем Ярусе. Сейчас на этом месте находится небольшой скверик с клумбой и лавочками вокруг. Но, конечно, локацию еще обязательно обсудят с экспертным сообществом города. Святослав Данилов, новости Севастополя.